В этом году день открытых дверей в Щелковском колледже проводился на двух площадках в структурном подразделении номер 4 в Щелкове и во Фрязинском номер 2. Дисциплины, с которыми знакомили будущих абитуриентов из городских округов Щелково, Фрязина и Лосина-Петровский, входят в утвержденные в России перечень специальностей, необходимых для инновационного развития важнейших отраслей промышленности. В этом году колледж работает по федеральной программе Министерства образования, которая названа «Профессионалитет». Нацелена она на ускоренную подготовку за два, максимум три года высококвалифицированных специалистов по трем направлениям обучения. Это информационные системы программирования, электрические станции, сети и системы и технология металлообрабатывающего производства. Почему именно были выбраны в 2022 году именно эти профессии в Российской Федерации? Потому что был сделан опрос от работодателей, от ведущих предприятий промышленности, экономики и отраслей, в которые были выбраны именно эти специальности. Они очень востребованы на сегодня. И мы видим даже по сегодняшнему мероприятию, что на IT-направлении, по электрическому и механическому направлению очень много ребят, желающих, и девочек в том числе, кстати говоря, которые понимают, что эти профессии, эти специальности, они востребованы, и они себя увидят в этом. Традиционно на дни открытых дверей в Щелковский колледж приходят руководители крупнейших в нашем регионе предприятий из научно-производственного предприятия «Исток» и акционерного общества «Мособлэнерго». Для них взаимодействие с Щелковским колледжем, входящим в первую десятку топ-100 учебных заведений профтехобразования страны, залог успешной работы предприятия на многие годы вперед. Программа «Профессионалитет» – это программа, которая делает упор на практику, то есть на практическую подготовку ваших умений. Если вы, например, выберете специальность энергетика, вы будете где-то процентов 40 времени обучения приходить на практику к нам на предприятие. Будущих абитуриентов на дни открытых дверей знакомят с преподавателями. Они проводят для юношей и девушек мастер-классы. Среди тех, кто может стать для них наставником – Михаил Фирсов, человек, известный в Щелкове. Мы рассказывали о нем в том числе как о главном эксперте крупнейшего в России и в Московской области чемпионата среди учащихся системы профтехобразования – WorldSkills. Он за многие годы своей работы в колледже подготовил несколько поколений выпускников. Эти ребята потом, некоторые из них закончили институты, сделали себе хорошую карьеру, стали мастерами, начальниками участков, руководителями служб. И сейчас работали, получают очень хорошую личную заработную плату. Так что для вас, ребята, открываются новые возможности. Антон Овчинников, преподаватель спецдисциплин, готовит разработчиков веб- и мультимедиа, веб-приложений, сайтов, различных распределенных систем. Его студенты – будущие программисты. Они получат замечательный, скажем так, трамплин для старта, в дальнейшем, чтобы развиваться в IT. Потому что зайти именно в сферу IT-технологий с нуля очень проблематично. Они получают очень хороший старт, и благодаря этому они уже на выпуске, а некоторые, в принципе, в процессе учебы, могут начинать свою профессиональную деятельность, развиваться профессионально и совершенствоваться. Напомним, прием в Щелковский колледж проводится на конкурсной основе по среднему баллу аттестата. В 2023 году в колледже будет открыт набор на специальность радиоэлектроника. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.